А когда собираешься в Беларусь? Если из России, то, наверное, еще не надо. 8 лет назад я свободно ездил. Никаких справок, ничего. Свободно ездишь, как будто в другой город. Никто ничего не спрашивал. В данный момент не знаю. А если про Украину, то я не знаю, как там пересекать границу правильно. Слушай, в Беларусь езжаешь, там вообще нет ни пограничников, ни таможника, вообще никого нет. Пересек границу расистку и едешь, там вообще никого не видишь. Ни мента по гадам, никого он не спрашивал. Едешь и расслабляешь по скорости 120 тысяч. А на каждом он расслабляет, если на Беларусь и пострадает расслабляет. Как не заглядывается, что там уже не спрашивал. А на каждом он расслабляет. А на каждом он расслабляет. А на каждом он расслабляет. Последний раз был в России 8 лет назад. Если пешком идешь через границу, то никто не остановит. Но если на машине надо страховку какую-то выписать, там такие будочки стоят, надо страховки оформлять. И все, вот на этом вся процедура пересечения границы и заканчивается. Стоян, Кусь, я Кусь. Я два года назад был. Два года назад был. У меня есть этот костел с утратом. Я говорю, сейчас этим ковидом что-то там навыдумывали. Мы это убрали. Стоян, Суфу. Если не надо сняты на воду. Я буду спрашивать с урусовами. В районе Таймена, и губерн. Я его разобраться. Ну хорошо. Надо просто узнать по интернету, наверное, как это все. А если будешь в Белоруссии, я несколько близко живу. Тут можно на двойке связаться. Если что спишемся, поговорим обо всем. Если что подъеду в Минск, тут недалеко. Не проблема, не проблема. Обязательно. Чем будет идти, где-то там есть. Все, король, конечно, спишемся. Подойдем все. Обязательно надо встать. А вот как-то все. А как делать? Продолжение следует.